Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Господи, начали атаковать Киев. 24 февраля 2022 года навсегда изменило украинцев. Жизнь людей в прямом смысле разделилась на до и после. У меня принято решение о проведении специальной военной операции. Это война. Самая большая в Европе со времен Второй мировой. Покажите этому путинскому, вот эти глаза, вот этого ребенка и плачущих врачей, чтобы он сдох. К сожалению, спасти ребенка медикам не удалось. Маму вбыло просто. У меня на руках загынуло. Максик сидел в машине, ему попал снайпик в середину. Я в 14-м году вынуждена была уехать, чтобы сохранить жизнь Сергея. Ему было тогда 14 лет. Я приехала, и он тут поедет. Ну как это так? Ну как это так? Трусливый враг нанес коварный и жестокий удар нашей стране. Принес много слез, горя и боли. Но сломить украинцев ему не удалось. Рефия обломалась в первые же дни вторжения. Мордор был уверен в своей быстрой победе. Рассчитывал на то, что украинцы быстро сдадутся. Упадут на колени и больше никогда не будут отмечать день своего свободного государства. День независимости. Но Украина героически выстояла, дав по зубам якобы второй армии мира. Вот так вот бывает. Когда приходишь на украинскую землю. И сегодня, 24 августа 2023 года, под синий-желтым флагом гордо встречает свою 32-ю годовщину независимости и свободы. Ведь именно 24 августа исполняется ровно полтора года, как украинцы дают отпор агрессору. Кровью и потом освобождают земли от врага. И за это время ВСУ вместе с народом Украины неоднократно срывали восхищенные овации всего мира. Украинцы сделали просто невероятное. Давайте вспомним самые удивительные моменты, успехи и прорывы, о которых обязательно напишут в книгах по истории. Россия объявила о начале военной операции, атаковав с воздуха объекты в разных частях Украины и направив в страну войска. Ракетные удары были нанесены по столице, Харькову, Одессе, Днепру и Мариуполю. День начала полномасштабной войны мы не забудем никогда. Первые ракетные удары. Первые сирены. Страх, слезы, ужас и непонимание. Пять часов утра украинцы проснулись от воя сирен и тревожных звонков. Российская армия нанесла авиационные и артиллерийские удары по территории Украины, включая крупные города и Киев. Наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это. Сегодня, 25 числа, 25 февраля 2022 года война. За детьми едем, детей надо вывезти. У ни о каких братских народах речь не идет, это удар в спину. Западные спецслужбы давали Украине максимум три недели сопротивления. Российские войска приближаются к Киеву. Утверждается, что они могут штурмовать столицу уже сегодня. Вполне вероятно, что в какой-то момент россияне возьмут под контроль Киев, хотя и не без боя. Даже сочувствующий Запад предрекал недолгое украинское сопротивление. Но они просчитались. Украинский народ собрался с силами, объединился, продемонстрировав беспрецедентное бесстрашие и невероятную силу духа. Одни взяли оружие в руки, другие сплотились, чтобы помогать чем только могут силам обороны Украины. Все ли у вас хорошо, ребятки? Нравятся ли вам наши байрактары? У нас есть авиация, у нас есть танки, у нас есть все. Вам, опа, парни. Повертаюсь до дома, заберегать родную землю, захищать семью. Куда едете, что везете? Идем до дома на войну. С оружием обращаться умеете? Нет, научимся. Что я готов сделать? Хотя бы даже до последней крапли крови борни свой край. Русский корабль! Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Мы урага! Папа будет продавать что-то, будет помогать нашим героям, нашим войскам. Может, даже будет воевать. Благодаря мотивации, сплоченности и единению, вооруженные силы Украины выстояли в первые дни войны и сохранили боевую авиацию, не позволив расшистам доминировать в небе над Украиной. И это стало настоящим чудом для всего Запада. Киев за три дня так и остался во влажных мечтах Путлера и его пропагандистов. Мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина! Это кадыровцы ебаные, блядь! Как пришли, блядь, так и на тот свет ушли. В следующий раз ВСУ поразили мир, когда отправили на дно, так сказать, непотопляемый флагман Черноморского флота. На этой неделе в Черном море потонул тот самый русский военный корабль. Крисер «Москва» считался флагманом Черноморского флота России. «Москва первый, две пробоины, винт встал, зарылся, ляжет на бок!» С помощью крылатых ракет «Нептун» отечественного производства украинцы провели поистине уникальную военную операцию по уничтожению вражеского крейсера. Украинские власти заявили, что их вооруженные силы нанесли удар по крейсеру «Москва» наивейшими противокорабельными ракетами «Нептун». Потопление так называемой «гордости» Черноморского флота очень сильно ударило по боевому духу агрессора. Стоит лишь вспомнить, как тогда истерили на пропагандистских ток-шоу. «Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота Москвы. Я просто в бешенстве. Вы мне объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря в это время?» «Крейсер «Москва» – это абсолютный повод для войны. Сто процентный. Это флагман наш. И здесь думать нечего. Здесь нужна ответка». Превосходные наступательные операции вооруженных сил Украины. О них обязательно будут рассказывать детям на уроках истории. Освобождение острова Змеиный. Внезапная операция в Харьковской области. «Деоккупация Херсона – единственного областного центра, захваченного оккупантами после 24 февраля. Это казалось невероятным, но второй в кавычках армии мира пришлось, поджав хвосты, бежать с правого берега Херсона. «Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самые главные жизни наших военнослужащих». За этими грандиозными событиями с волнением и трепетом наблюдала вся планета. Ни один западный эксперт отметил впечатляющую обучаемость украинских военных, которые в суперкороткие сроки смогли освоить большое количество вооружений натовского образца. Сто точных попаданий в цель. ВСУ установили рекорд в эффективности использования «Джевелин». Для наступления Украина получила от союзников 600 разных видов западных вооружений. Об этом сообщил спикер командования армии США в Европе и Африке Мартин Адоналл. По его словам, это больше, чем есть у любой армии в мире, особенно воюющей. И Украина с этим оружием отлично справляется, отметил спикер. Они все здесь готовы учиться. И я видел прогресс, которого они достигли с первого дня до пятой недели. Это было просто колоссально. И они работают как единое целое. Они заботятся друг о друге. Средства ПВО, бронетехника, артиллерия. Вспомните, как завораживающе точно хаймерсы стали достигать своих целей, появившись на вооружении у украинской армии. Наши воины успешно уничтожают ворожьи штабы, склады боеприпасов и технику российских оккупантов. Максимальная точность. Мы как снайперы, которые выучаем туда, куда нужно. Хаймерсы стали ночным ужасом для российской армии, потому что отрабатывали по целям именно по ночам. ВСУ продемонстрировали всему миру, что высокоточное западное оружие в умелых руках может нивелировать преимущество в количестве советских вооружений. С помощью НАТОвской артиллерии украинские военные не один раз заставляли рашистов отступать и бросать свои позиции. Благодаря современной системе наведения GPS, американские РСЗО с огромного расстояния могут попасть даже в спичечный коробок. Ярким примером точности хаймарсов служит изрядно потрепанный Антоновский мост. А какого уровня и мастерства достигли наши войска в области противовоздушной обороны? Стоило только американским патриотам заступить на боевое дежурство украинской армии? В Кремле тут же поняли, что бомбить Киев аналоговнетными кинжалами просто бессмысленно. Утром воздушные силы Украины отчитались о стопроцентном успехе. По их данным, удалось сбить все 18 выпущенных ракет, в том числе 6 гиперзвуковых кинжалов. В общем-то, срок обучения на ней, ну, гораздо дольше. Мы справились с этим примерно за несколько месяцев. Не зря недавно издание «The Times» со ссылкой на анонимного полковника вооруженных сил Украины выпустили материал с заголовком. Вокруг Киева создана самая мощная система противовоздушной обороны в мире. Украинские воины учатся быстро, схватывают на лету. Они уже не раз это доказали на поле боя. А то ли еще будет, когда наши пилоты освоят самолеты F-16. 61 истребитель F-16 для вооруженных сил Украины и начало тренировок украинских пилотов на шведских самолетах Сааб-Гриппен. Таков итог двухдневного визита президента Украины Владимира Зеленского в Швецию, Нидерланды и Данию. Неоднократно западные военные эксперты отмечали изобретательность ВСУ. Украинские армейцы смогли использовать обычные гражданские дроны и коптеры так, что те стали мощнейшим элементом в войне с Мордором. Тут 9, там бежут еще 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, бам! Также специалистам ВСУ на удивление всему миру удалось блестяще приспособить американские высокоскоростные ракеты с дальностью более 100 километров к отечественным самолетам. В Украине Харм застосовывают на выныщивачах МиГ-29 и СУМ-27. Помимо этого, «The New York Times» выпустил материал, в котором шла речь о том, что наши военные смогли превратить французскую артиллерийскую установку «Сау Цезарь» фактически в плавучую батарею для того, чтобы достать до Змеиного острова. Как говорится, ребятам из ВСУ креатива не занимать. Эта артиллерия имеет радиус действия 40 километров, чтобы достать до острова с берега не хватало 10 километров. Но ВСУ решили эту проблему, отбуксировав артиллерию на баржах поближе к острову. Из-за нестандартного подхода к войне украинская армия получила в НАТО название «Армия Макгайвера». Когда чокнутый кремлевский упырь решил перед зимой положить украинскую энергетику массовыми ударами ракет, казалось, что всю Украину накроет беспросветный мрак и холод. Российские военные, которых, вероятно, консультируют энергетики, бьют по наиболее уязвимым местам — по подстанциям и тепловым электростанциям, и пытаются попасть в диспетчерский центр оператора системы передачи. В администрации Киева допустили, что теперь может быть прекращено отопление жилых домов зимой на несколько дней или даже недель. Полностью обесточенными оказались несколько регионов Украины, в том числе Киевская область и Киев. Но украинцы снова сотворили невероятное. Все общество консолидировалось. Все объединились с новой силой. Никто не захотел идти на уступки маньякам из Москвы. Отключение электроэнергии и воды не вызвали паники и недовольства у людей. В домике генератор есть, то есть свет у нас тут практически все время есть. Если отключается централизованно, плюс дрова есть у нас. То есть, в принципе, у нас тут все хорошо. Все согласны, что лучше пережить одну холодную зиму, мерзнуть и голодать, лишь бы без россиян. Новыми героями Украины стали энергетики, проделавшие просто колоссальную работу, чтобы не допустить в стране тотального блэкаута. Украинский народ приспособился к графикам отключения света и стойко пережил зиму. Весь мир был восхищен оптимизмом и чувством юмора украинцев. В таких условиях украинцы включают смекалку. Не повод отказываться от обычного маникюра только потому, что нет электричества и приходится прятаться на подземной парковке во время тревоги. Без банкомата снять деньги, казалось бы, нереально, но не в Украине. Считали все вручную, то есть не работает пересчет денег, положу деньги, но банк работает, присвящен, работает. В Киеве постоянно слышен гул генераторов. И вот уже появляются новые хиты. Удивили украинцы и своими военными разработками. Отличные результаты на поле боя демонстрирует противотанковый ракетный комплекс «Стугна», а также вышеупомянутые ракеты «Нептун». Вполне возможно, скоро нам станет известно и название дронов, долетающих до Москвы, ловко обходящих мощную, в кавычках, систему ПВО «Рашистов». Смотри, посмотри, брат. Ты видишь? Вот, Рома! Теперь таинственные БПЛА «Камикадзе» веселят москвичей регулярно. У меня тряслась башня, у меня тряслись стены в квартире. Тут сейчас такой взрыв был, ё-моё! Фух, офигеть! А вот менее засекреченной новинкой украинского ВПК, но, что важно, очень прорывной, стали боевые морские дроны, о которых нынче снимают сюжеты международные телеканалы. Украина представила новый морской беспилотный аппарат «Магура В-5». В эфире CNN показали морской дрон «Магура В-5». К работе над этими малютками в Украине приступили после начала полномасштабной войны. Логично, что противостоять РФ на воде невероятно сложно, но украинские разработчики смогли создать полностью отечественные беспилотные аппараты, которые теперь по-настоящему наводят ужас на расистов в море. Говоря, что моряков РФ, вот одно упоминание этих дронов сегодня вызывает приступы паники. Украина, создав мощную армию дронов «Камикадзе», сможет практически закупорить корабли Черноморского фото Российской Федерации в тех бухтах, где они находятся. Надводные дроны участвовали в недавней атаке на мост через Керченский пролив. Сразу несколькими морскими беспилотниками в прошлом году удалось прорваться и в якобы сверхзащищённое место — Севастопольскую бухту. Киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополя. По данным британской разведки, тогда были повреждены тральщик Иван Голубец и фрегат Адмирал Макаров. По всей видимости, нужно будут проводиться ремонты по корпусу, по техническим системам. Всё, опять же, будет зависеть от наличия запчастей. И на этот период корабль выведен из строя. Две уникальные операции в Черном море СБУ совместно с ВМС также провели в августе. 4 августа надводный дрон атаковал десантный корабль «Оленигорский горняк» в бухте Новороссийска. А уже на следующий день украинский морской беспилотник ударил по нефтяному танкеру «Сиг», перевозившему топливу для флота оккупантов. В соцсетях появилось видео ночной атаки морского дрона, повредившего российский коммерческий танкер «Сиг». Власти РФ официально сообщили, что судно получило пробоину. Никто не пострадал. Такие атаки очень сильно бьют психологически по Кремлю. Украинские морские малютки указывают на то, что в этой войне вполне могут доминировать относительно дешёвые, но современные передовые технологии. Вот средства борьбы на российских кораблях, вот если они сегодня из 20 века, да, то вот этот дрон, он уже из 21-го. Эти дроны могут нести 300 килограммов взрывчатки, также могут использоваться и как разведчики, и перевозить грузы. И пусть впечатляющие новинки украинского ВПК станут последним пунктом в нашем сегодняшнем сюжете, но это далеко не последние достижения и прорывы украинской армии, которые ещё предстоит увидеть миру в ближайшем будущем. Да, враг принёс Украине много крови, слёз и трагедий. Агрессор оставил в душах украинцев множество ран, которые до конца не затянутся уже никогда. И впереди нас также ждут очень непростые времена. Не забывайте, за каждый освобождённый населённый пункт ВСУ платят невероятную цену, платят своей кровью. Но они не останавливаются, уверенно двигаются к выполнению поставленных целей. 35-я бригада, а также батальон дружеских и обороны арей, выполняя задачи, освободили сего Старомайорска. Слава Украине! Гороям слава! Россия хотела сломить народ Украины ещё в первые дни войны. Но агрессору не удалось и не удастся пошатнуть нашу силу духа, уничтожить нашу государственность. Мы показали всему миру, что Украина – свободная страна. Страна сильных, изобретательных и отважных людей, готовых героически защищать свою родину и бесстрашно уничтожать врага. Моральный дух, нам больше снарядов, мы будем працювать. Нам целый головной срубский дулы и всё. И сегодня, 24 августа 2023 года, украинцы с высоко поднятой головой гордо встречают не просто очередную годовщину независимости, это ещё один год сложнейшей и титанической борьбы за нашу свободу и идентичность. Слава Украине! Слава ВСУ! Слава всему народу Украины за героизм и стойкость, которые покорили весь мир! Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чём вообще с вами говорить? Разнесём Киев ядерными ракетами. Делали всё, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там! Но их план не сработал, ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб-канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Всё будет Украина!